Второй момент, который всегда интересует людей, которые даже не лезут никуда глубоко, это тот параметр, который вы не увидите практически никогда. Можно этим заняться и сделать, но не стоит. Это параметр, который показывает, насколько аудитория, которая приходит к вам на сайт, насколько она релевантна. Для этого делается самый правильный и простой отчет, на самом деле. Отчет, стандартный источник, сводка. Без каких-либо моментов, связанных с расходами денег и так далее. Нет, не буду показывать вам объявления, ребят, в РСЯ. И здесь есть... Давайте я себя сразу уберу, потому что сегодня отчет. Ладно, с вашего позволения, ребят. Здесь есть очень важный показатель. Это время на сайте. Еще раз покажу отчеты, стандартные источники, директ-сводка. Это наш основной отчет. Я думаю, знают это большинство, опять же, профи, новички. Это должны тоже примерно уже понимать. Время на сайте. То есть, по сути, наша задача понять, насколько та или иная рекламная компания, например, за месяц делает вообще времени на сайте. Что такое время на сайте? Это средняя продолжительность визита. То есть, визитов может быть несколько от одного пользователя в минутах и секундах. Соответственно, если у нас сайт, то время на сайте должно быть от одной минуты до трех минут. То есть, две минуты, две двадцать секунд – это идеальное время. Мы попали 100% в целевую аудиторию. В принципе, на этом можно закончить особо. В упрощенном виде можно остановить анализ рекламной кампании, потому что не к чему придираться. Если трафик такой качественный, осталось только понять один момент – это конверсии. Для этого нам надо разобраться вообще с интерфейсом самой метрики и любого отчета построения. Первое. То, что у нас здесь есть – это, во-первых, фильтры, которые мы можем дополнительно накинуть. Например, только на… У нас уже накинута, естественно, дирекция водка, но, тем не менее, например, последний источник или последний значимый источник, например, директ. То есть, мы можем посмотреть. Но, так как у нас отчет директ-сводка, соответственно, мы смотрим и так. Только компании, которые у нас есть в директе. Также ровно у нас здесь есть фильтры по поведению. То есть, например, время на сайте, где мы можем накинуть, условно, людей, которые сидят меньше… Меньше, говорю… Меньше 30 секунд на сайте. Мы сможем, например, отфильтровать и посмотреть, что их достаточно много таких посетителей. И, например, пора уже делать какие-то корректировки. Ну, собственно, мы пока об этом не говорим. Наша задача – просто понять, что есть фильтры. Соответственно, у нас есть время на сайте, есть отказы. Отказы – спорный момент, потому что когда-то ребята в Яндексе тоже сделали довольно серьезную корректировку по отказам. То есть, немножечко исправили их. Но давайте все равно посмотрим, что это за параметр. Это доля визитов, в рамках которых состоялся лишь один просмотр страницы, продолжавшийся менее 15 секунд. Именно из-за вот такого параметра очень часто отказы не всегда верны. Не всегда стоит только на них обращать внимание. Но, тем не менее, 21%, как вы понимаете, это вполне нормальный показатель отказов. Он варьируется от 15% до 30% в норме для сайта, повторюсь. И, в принципе, отказа 21,2% – этого более чем достаточно. То есть, пытаться сделать его 15%, 10% – это себе обычно дороже. То есть, мы либо срезаем заявки, либо заявки могут не те пойти или еще что-то. Страница входа-выхода, разумеется, это страницы конкретные под выход. Это значит, человек вышел с этой страницы входа. Это значит, что он попал на сайт. То есть, соответственно, мы можем отфильтровать, например, по страницам входа. Это, например, какие-то наборы объявлений. Страница выхода – это значит, что человек мог перейти на несколько страниц и вышел, например, с главной или вышел с чего-то еще. Ну, по-разному. Параметр визита – это параметр уникальный, который можно, в принципе, настроить. Сейчас не буду об этом говорить, но просто есть он. И что еще из основного? Ну, URL, соответственно, если человек просматривал URL. И здесь больше-то в основном глубина просмотра такой не особо интересная. Наверное, для многих из вас параметр, потому что вы лендингами больше занимаетесь. Дальше идет история. В истории очень интересный параметр – это номер визита. Соответственно, если у нас визитов… Вот это любимая история, когда у нас визитов больше трех. То есть, люди сидят, ну, например, четыре раза заходили на сайт за месяц. Да, заходили семь раз за месяц. Например, при этом сидели на сайте по поведению и время на сайте меньше. Ну, условно, там, 30 секунд. То таких людей, например, можно срезать. Вот 100 человек из общего количества. Можно просто взять и срезать и убрать из рекламы. Ну, для того, чтобы… У всех по-разному этот показатель бывает. То есть, например, бывает так, что из трех тысяч человек… Тысяча человек – это те люди, которые заходят к вам на сайт по три-четыре раза. Но в общем количестве, да, пяти заходов, они, ну, в среднем, бывают по времени, например, на сайте с 10 секунд. То есть, совершенно мало. И таких можно срезать с помощью, естественно, сегмента. То есть, мы можем создать сегмент тех людей, которые у нас имеют количество визитов больше трех. То есть, от четырех и выше. И время на сайте меньше 30 секунд. Одновременно. То есть, соответственно, это набор фильтров, который позволяет нам подобрать определенную аудиторию и смотреть ее в этом срезе, как раз эту аудиторию. Также у нас есть с вами также фильтр по самой аудитории. То есть, мы можем полувозрастную структуру настроить. Мы можем технологии использовать. То есть, например, смотреть только мобилки, только ПК и так далее. То есть, это очень удобная вещь. И срез этот нужно уметь смотреть и с ним работать, соответственно. Дальше. Дальше у нас идет ниже. Ниже у нас идут группировки. Повторюсь, группировки это набор параметров, по которым мы просто просматриваем с вами основные параметры. То есть, делаем срезы. То есть, вот эти строки, количество строк и набор этих строк, то есть параметров, в том числе и данных, которые у нас будут по метрикам, по вот этим циферкам. Это группировки. Если вы хотите посмотреть полноценно, что у вас входит в группировках. Во-первых, у вас есть настройки группировок. Раз, два, три, четыре. И, соответственно, раз, два, три, четыре. Вот они здесь подписаны. И также они есть вот в этих древовидных списках, если вы их открываете. Пожалуйста, RSE. Это компания объявления. Условия показа. Это у нас ключ, соответственно. И поисковая фраза. Поисковой фразы в RSE, как мы знаем, нет. Соответственно, раз, два, три. Если нам нужно сделать какую-то другую группировку или набор группировок, или поменять какие-то параметры, например, убрать поисковые фразы, убрать компании или что-то еще, мы прямо берем здесь в этой группировке, меняем. Сейчас мы это сделаем. Я просто хочу показать еще очень важный момент, которым практически не пользуются люди. И этот как раз момент и отличает метрику от большинства, во-первых, других метрик и систем сквозной аналитики, в которых, ну, я не знаю по каким причинам, но бывает линейных списков, либо их полное отсутствие, либо отсутствие как раз вот этих группировок. Вот это вот ключевая вещь, которая позволяет вам делать срезы, ну, как минимум по компаниям в Директе и упрощать намного работу при анализе. То есть многие люди смотрят только древовидный список. Это неправильно, потому что линейный список иногда упрощает работу. Да, понятно, что тут надо дополнительные делать настройки по группировкам и так далее, но это можно сделать. И самое главное, я хочу сразу сказать, что любой отчет можно сохранить. То есть вы можете в свои отчеты, ну, мои отчеты, в свои отчеты, сохранить тот набор отчетов, который нужен будет лично вам. Соответственно, если мы хотим посмотреть рекламные кампании, например, только по RSI, то мы можем, например, сделать фильтр источники. Обычно последний источник, потому что если к вам люди заходят только с либо Директа, или вы хотите посмотреть только с Директа людей, то чаще всего вы используете как раз последний источник. Последний значимый источник работает немножечко по-другому. Вы можете сделать и так, и так, и сравнить, и посмотреть, как у вас будет набор аудитории, и насколько он вам подходящий, и какой из вариантов лучше. Здесь есть вариант, естественно, всех компаний, которые у вас были на данный момент. РСЯ, 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 РСЯ. Если у вас РСЯшек очень много, то, естественно, есть поиск, по которому вы можете это настроить. Сразу еще один момент, который очень часто людей пугает. Не то, что пугает, они сейчас зайдут наверняка кто-нибудь и скажут, Костя, у меня нет, либо вообще нет Директ сводка, либо у вас в Директе сводка пусто, то есть нет никаких данных. Чем это чревато? Ну, чревато то, что у вас в Метрику не передаются данные из Директа. Соответственно, чтобы исправить это в каждой компании, вам надо будет в настройках каждой компании сделать такую вещь, как дополнительный счетчик Метрики. Это у вас вот они, счетчики Метрики. Ну, они раньше назывались дополнительные счетчики Метрики. И в Директ Коммандоре они называются дополнительные счетчики Метрики. И тут проставить, собственно, номер счетчика, куда вам надо транслировать данные. Без этих данных, особенно если метрика находится на другом аккаунте, здесь отчеты будут пустые. Соответственно, у нас полностью РСЯшки, как мы видим, и можем с ними работать. Группировок бывает большое количество, и самое интересное, что вы можете настроить различные отчеты, можете поисковые фразы убрать, и условия показа, и объявления. Можете даже убрать, в принципе, кампании, смотреть только площадки, например, это вот для РСЯшек. Это очень удобно, почему? Потому что, во-первых, здесь есть время на сайте. Да, у нас, кстати, есть такой же отчет, он следующий, это директ площадки, но в нем все равно тоже нужно уметь настраивать его и, соответственно, собирать. И можно и нужно научиться любому человеку, кто хоть как-то работает с директом, именно собирать себе отчеты. Потому что задачи у всех разные. Кому-то нужно площадки посмотреть, кому-то нужно поисковые запросы посмотреть, кому-то нужно посмотреть и то, и другое, кому-то нужно посмотреть и отсмотреть ключи, кому-то нужно посмотреть ключи в разрезе пола, полувозрастной структуры, кому-то нужно посмотреть площадки в разрезе мобильных устройств и так далее. То есть смысл какой? То, что кроме различных настроек типа площадки, здесь есть еще, видите, и дополнительные, Например, такие, как технологии и устройства, и, например, тип устройств. Соответственно, я могу посмотреть не только разрез по линейному тоже списку. Вот, пожалуйста. Что у меня в основном люди заходят со смартфонов, да, сидят 1,40. Ru, Avito, App, это приложение с Google App, с Google Plus, да, он называется. Приложение, короче, андроидовское. Вот, соответственно, люди заходили со смартфонов. То же самое, смартфоны, Avito, ПК и так далее. То есть я могу этим управлять. И это очень важно, потому что многие люди этим не занимаются, не смотрят. Потому что отсекать и отрезать просто так аудиторию, как вы делаете через, ну, условно посмотрели, о, какая-то не та площадка, отрежу ее. Ну, этого маловато. Желательно хотя бы отсмотреть, во-первых, время на сайте. Возможно, срезы сделать по каким-то еще параметрам. Например, мужчины, женщины, смартфоны, ну и так далее. Следующая вкладочка – это метрики. И в метриках, метрики – это инструмент, который отвечает за менеджмент вот этих вот как раз-таки строчек. Раз, два, три, четыре, пять. Соответственно, там шесть, семь можно добавить строчек, извиняюсь, полей, столбцов, которые, в строчках которых отображаются уникальные данные для каждого из указанной группировки, ну, набора группировок. Соответственно, у нас есть различные параметры, которые можно добавить здесь. Я, в свою очередь, могу сказать, что я добавляю всегда целевые метрики и целевые визиты. Ну, соответственно, если у меня есть возможность добавить, например, вот они, создание лида, звонки, то я этим пользуюсь. Смысл какой? Создание лида, кстати, в LP Tracker, это, наверное, надо посмотреть, потому что, скорее всего, это все-таки заявки. И они, наверняка, правильно настроены. Я более чем уверен, потому что я вначале сказал, что заявок нет, потому что нет страницы Sengs HTML, ну, либо страницы благодарности. Но здесь, возможно, через создание лида в LP Tracker просто это сделано, поэтому все нормально. Почему я считаю в количестве? Также можно, кстати, и вывести в конверсиях, то есть в процентном соотношении все те же самые, или любые другие цели. Потому что в процентном соотношении непонятно ничего. Обычно люди считают, вот, надо сайт иметь с конверсией 15%, но надо понимать, что вот вам конверсия там 0,42, а когда потрачено 70 тысяч и есть два договора на подписание, с которых приходит условно 500 тысяч и 350 тысяч в карман, ну, я думаю, что можно все-таки и на конверсию особо не смотреть, правда ведь? Это, конечно, как раз и есть преимущество сквозной аналитики, потому что люди, когда видят реальные цифры, сколько они зарабатывают с тех или иных, ну, либо компаний, либо еще более глубоко там копнуть с ключей, или, например, только с поиска RSI или как-то еще, то они относятся к конверсии более прохладно. Первоначально, естественно, люди обычно это все прям трочат. Вот, ну да ладно. Соответственно, у нас есть также в метриках из прям такого популярного, это различные варианты отказа, глубина просмотра, то, что есть, визиты в день, это популярность в заходах, то есть, например, человек может заходить, заходить, например, за день несколько раз, и таких людей мы тоже можем отрезать, кстати, при желании. Люди, это, кстати, спрашивали, по-моему, на Монстрах Маркетинга спрашивали. Можно отрезать людей, которые, например, несколько раз были визитов, соответственно, в день, без проблем. Сложнее в неделю, потому что здесь нет такого параметра. Параметры визитов, количество... Ну, нет, про параметры визитов сейчас не буду говорить, иначе время будем тратить. Есть история, соответственно, опять же, визитов, количество, например, 8.31. Какое количество времени 8.31 визит посетителя, это за тот промежуток времени, по которому устроится отчет, соответственно, например, метрика. Периодичность, соответственно, время возврата, ну, это уже, наверное, редко кто пользуется, чаще, наверное, визитов в истории, например. Аудитория, полувозрастная структура, также можно ее вот сюда добавить, но обычно редко кто этим занимается и сюда ее добавляет. Обычно их добавляют в группировки, и это можно сделать. Также здесь можно тоже добавить, например, технологии, то есть, например, мобильность, это человек использовал мобильные устройства или нет при заходе, и так далее. Окей. Основное, это, естественно, все-таки параметры, которые позволяют отследить качество тех или иных, ну, в нашем случае, площадок, а именно целевые визиты. То есть, мы можем посмотреть, по каким площадкам у нас были переходы. Например, просто отсортировать по целевым визитам и так далее. Как понять, что цель метрики телефон сработал? А, как больно. Сейчас еще раз. Как понять, что цель метрики? Телефон сработал. Вот так понять. Смартфоны. Все просто. Вот. Что еще? Теперь по отчетам, да? Соответственно, наберем основные отчеты, которые нам с вами понадобятся. Разобрались, я надеюсь, примерно хотя бы, как это работает. Примерно. Естественно, это надо все самому покрутить, посмотреть. Я уверен, что здесь появится куча вопросов. Например, атрибуция, зачем она, детализация по дням, зачем, еще что-то. Но это нужно, в принципе, по минимуму. То есть, первоначальному человеку достаточно закрыть глаза и слепо просто сделать отчет. Друзья, спасибо, что смотрите мои видео. Если вам понравилось видео, обязательно подпишитесь на канал. И нажмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале. Спасибо вам огромное.